Здравствуйте! Меня зовут Ханин, я из Сирии, я изучаю русский язык на кафедре русского языка в университете Дамаска. Многие люди говорят, что русский язык очень сложный язык. Я согласна с ними, но мне очень нравится русский язык и он считается одним из самых красивых и богатых языков в мире. Я услышала это выражение недавно, вешать всех собак. И это выражение вызвало у меня интерес, я хочу узнать больше о нем. Мои вопросы, что означает выражение вешать всех собак и откуда оно появилось? Спасибо! Здравствуйте, дорогие друзья! Вешать собак на кого-либо или вешать всех собак или вешать собак на шею кому-либо. Это разговорное выражение, которое означает возводить необоснованные обвинения, клеветать, сваливать всю вину. Возникает вопрос, а при чем здесь собаки? Ведь животная собака в нашей языковой картине мира ассоциируется с бранью и агрессией, но отнюдь не с клеветой. Отсюда, например, глагол собачиться, то есть ругаться, ссориться. Тем более неясно, почему этих собак вешают на человека, которого хотят в чем-то обвинить. Происхождение данного выражения очень любопытно, как с языковой, так и с культурно-исторической точки зрения. Собака в этом фразеологизме – это вовсе не домашнее животное семейство псовых. Словом «собака» в народной речи когда-то обозначали репейник и другие колючие растения, чьи плоды снабжены цепкой, щетиной или крючочками. Ассоциация с животным здесь понятна. Эти растения вцеплялись в проходящего мимо, как собаки. Но помимо того, что колючка могла случайно попасть на чью-то одежду, иногда ее цепляли и намеренно. И делалось это в рамках вредоносных магических действий, а именно на ведение порчи. Колючку сначала заговаривали при помощи специальных заклинаний, а затем тайком цепляли на одежду неугодного человека, надеясь таким образом нанести ему вред, лишить здоровья, удачи и так далее. Вот именно с такой порчей и ассоциировало русское языковое сознание клевету. Ложные обвинения уподоблялись цепкому магическому репейнику, а животных никто никому на шею не вешал. Русский язык великий, могучий и эффектный.